всем привет вы на канале copter time мы продолжаем делать для вас интересный контент и начнем мы сегодня с не очень приятной новости но тем не менее мы вам о ней должны рассказать появились мошенники которые представляются магазином copter time и говорят нашим клиентам о том что они победили в конкурсе и выиграли mavic 3 и тем самым выманивают у них личные данные друзья мы оставляем в ссылке в описании все наши подлинные контакты наш сайт наш telegram наш youtube и никакие другие контакты не являются подлинными обращайте на это внимание будьте бдительны я надеюсь что все у нас будет хорошо итак друзья негативно поговорили отставили в сторону теперь самому интересному объявляем новый конкурс призом данного конкурса будет в очередной раз action 2 но условия конкурса в этот раз будут еще интереснее чем предыдущий раз наш руководитель когда-то очень давно потерял свой первый квадрокоптер и когда начал искать запчасти для нового понял что в россии найти их было просто ну практически невозможно и тогда он работал еще программистом он создал сайт под названием copter time и было это 10 лет назад и с этого собственно говоря начал работать магазин в этом году компании copter time как я уже говорил исполняется 10 лет и в рамках этого события мы проводим конкурс призом которого будет action 2 значит правила такие вы должны быть подписаны на канал но обязательно поставить лайк этому видео это однозначно как обычно вы должны в комментариях написать историю о вашем первом дроне либо если у вас не было дрона написать как каким бы вы хотели бы видеть ваш первый дрон историю можно написать там не обязательно длинно можно коротенько но это будет обязательным условием конкурса до розыгрыш у нас состоится 19 сентября как раз в дату когда был зарегистрирован магазин copter time всем удачи и погнали к новостям первая новость про которой мы сегодня поговорим это наша любимая диджай авата один из сайтов с электроникой выложил на своем сайте аксессуары к данному дрону которые еще скажем так дают нам какую-то информацию про самого вату и вот что это за аксессуар значит мы обязательно скрины добавим но начнем мы с значит хаба для зарядки батареи для диджай авата который на 4 батарейки стоимость его 59 долларов батареи как предыдущих устройствах держа и будет заряжаться последовательно но 4 батарейки подключили в принципе это достаточно удобно пропеллеры пропеллеры будут стоить 9 баксов как вот собственно говоря заявлено на сайте в принципе достаточно гуманная цена это комплект из четырех пропеллеров следующий комплект нд фильтров стоимостью 79 долларов туда входит 3 нд фильтра самых популярных как это называется самым степени затемнения да по моему то есть нд-8 до нд-16 до 64 батарейка на диджай авата будет стоить 129 долларов также будет еще флай мой кит который вот как вы помните на обычный диджай пиви тоже был только здесь будет две батареи их апт на 4 батареи стоимостью 279 доллар отдельно будут продаваться дакты для этого дрона стоимостью 29 долларов и вот кстати судя по вот этим снимкам как я уже говорил мы сейчас добавим еще будет продаваться вот эта верхняя рамка куда вставляется аккумулятор и вот как раз таки судя по этой рамке такое ощущение что стабилизации камеры на этом дроне не будет то есть как мы планировали что она будет у нас стабилизироваться по одной оси скорее всего этого не будет камера будет просто ставится достаточно жестко единственное что можно будет отрегулировать и угол вручную стоимость вот этой рамки 19 баксов на данный момент с этого сайта уже все удалили не знаю с чем это связано но мы успели сделать скрины и вы соответственно можете посмотреть в любом случае это говорит о том что диджай авата уже совсем рядом и вот-вот уже должна выйти как мы говорили 23 августа должен быть релиз все знают комплект цитус кто не знает ссылочку на видос на обзор цитус и цитус про мы оставляем в описании компания бета пиви как я уже говорил не стоит на месте выпустили они пава 25 и следом решили выпустить дрон под названием цитус x это тот же цитус про который мы привыкли видеть но увеличенного размера то есть диагональ между моторами будет составлять 95 миллиметров то есть это такой же примерно по размерам дрон как пава 30 и бета и в пиви 95 x то есть такой достаточно пожирневший коптер появилась возможность регулировки камеры то есть наклон камер от 0 до 40 градусов поставили улучшенную камеру под названием c04 которая как я понял является аналогом cadix and на на что очень даже неплохо и теперь это дрон будет поставляться в трех версиях будет полетный контроллер с бета fly будет полетный контроллер цитус с датчиками для зависания и также эти дроны будут выпускаться на и лрс и на эфр sky протокол до 8 и еще что самое интересное это дрон будет летать на 2 с аккумуляторах сейчас я вам кратко зачитаю все характеристики данного дрона значит вес дрона 55 грамм как я уже сказал диагональ между мотором 95 миллиметров полетник у нас на процессоре f4 12 амперный опять же две версии бета fly и цитус мотор 1103 11000 кв пропеллеры 2020 четырех лопастные камера c04 угол камеры от 0 до 40 градусов вид приемника как я уже говорил либо и лрс либо и форской до 8 видеопередачи кстати да что еще важно от 25 до 400 милева то есть дальность у нас увеличится достаточно сильно по сравнению с предыдущими церкви комплекте будет два аккумулятора bt 20 емкостью 450 миллиампер часов приблизительное время полета данного дрона будет составлять пять минут то есть принципе как и предыдущий модель пока что планируется продажа только тушка данного дрона то есть если у вас есть комплект cetus обычный или там cetus pro в принципе можно приобрести эту тушку и использовать ее с аппаратурой бета пиви light радио 2 которая была в комплекте cetus и соответственно с тем же шлемом возможные записи на данном дроне тоже не появилась то есть для того чтобы записывать двр с данного дрона нужны очки с функцией записи двр материал из которого изготовлена рама по 12 который собственно использовалась и впава 25 с материал достаточно крепкий беспокоиться о том что дрон сломается при первом же падении в принципе не стоит французская компания под названием franke zapata объявила о том что они производят свой новый дрон что самое интересное у него есть отличительная особенность большинства других дронов этот дрон можно оседлать то есть сидеть на нем как на квадроцикле сообщается что первые испытания девайса получившие название jet racer уже состоялись и оказались вполне успешными стоит отметить что в качестве источника энергия на данном устройстве используется не электричество а керосин то есть двигатель двигатели у нас турбины грузоподъемность дрона 200 килограмм при этом максимальная скорость его 250 километров в час а за счет наличия устройства реактивных микротурбин она способна совершать переворот в воздухе достаточно быстро это делать по словам франки запад а джет рейсер умеет подниматься на достаточно приличную высоту вплоть до трех километров так это или нет станет известно после официального релиза дрона о том как скоро стартует массовое производство компания разработчик пока не сообщает ребята обязательно посмотрите видос я думаю что он пойдет на с фоном но это реально прикольная штука то есть там по видео у него четыре луча по две турбины и еще по бокам две турбины достаточно мощная штука франки запад и компании изначально сделала типа как это называется ховерборд по моему да только ховерборд просто на водяной тяге летает а этот ховерборд на турбинах управляется абсолютно также классический ховерборд и при этом вот сейчас они замутили еще и дрон свой наверное скорее всего я предполагаю таким образом там управляемый вектор тяги то есть турбина постоянно в режиме в каком-то то есть на определенных оборотах и просто управление вектором тяги это все и работает но смысл в том что да французы красавчики сделали дрон на турбинах посмотрим но стоит по-любому будет дорого но выглядит это он прям реально интересно нижегородское научно-производственное предприятие полет сделала радио модем для связи для гражданских беспилотников которые способны работать на 300 километров и при этом передавать видео в 4k в режиме реального времени на ту же самую дистанцию прототип данного радио модема уже представлен на армии 2022 в этом году в парке патриот и что самое интересное из характеристик диапазон работы данного радио модема от 50 мегагерц до 12 гигагерц то есть диапазон у них достаточно крупный интересно какая там задержка 300 километров дальность то есть это прям много и при этом они поток 4k дают может быть будущее не фига не за диджай а за нпп полет причем говорят что он очень компактный тут к сожалению не указывается его вес и размеры но как мы привыкли у нас все российская но как правило такое кондовая крупная тяжелая но посмотрим может быть из этого что-то интересное получится в одном из наших выпусков мы причем кстати достаточно старый выпуск мы рассказывали про бикоптеры то есть это коптер у которого всего два луча и два двигателя но при этом эта штука летает не хуже стандартного квадрокоптера так вот компания под названием zero zero которая еще давно анонсировала свой бикоптер наконец-то выпустила его в продажу стоимость этого дрона 70 тысяч рублей и он продается на алиэкспресс мы в принципе можем его заказать и так что касается характеристик данного бикоптера данный бикоптер будет интересен любителям съемки с воздуха для этого у него установлена 4к камера на трехосевом механическом подвесе камера у нас 12 мегапикселей сенсор размера 1 2 и 3 дюйма и несколько режимов работы в том числе отслеживание объекта с воздуха управляется дрон на расстоянии до 7 километров и оснащен системой телеметрии со стереокамерой способным воспринимать препятствия запас времени автономной работы у данного бикоптера 2 с половиной мать ее часа да потому что мотора 2 а не 4 подробнее про эту модель можно узнать на сайте производителя ссылочку на алиэкспресс на этот дрон оставляем в описании и также ссылочка на официальный сайт мы также оставим и последняя на сегодня такая коротенькая новость компания от этот роботикс выпустила обновление своих коптеров на на и light плюс для увеличения дальности так что друзья у кого есть аутель обновляйтесь дрон будет летать немного дальше если понравилось данное видео обязательно ставь лайк подписывайся на канал пишите свои истории про ваши первые дроны а также если у вас не было дрона напишите какой вы хотели бы себе дрон как первый и поучаствуйте в нашем розыгрыше на экшен 2 всем удачи и пока пока и и и и и и